МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лакокрасочная промышленность республики шагнула далеко вперед. Сейчас предприятия региона производят эмали, которым нипочем влага, кислоты, экстремально высокие температуры и холода. Спрос на продукцию довольно высокий. Среди заказчиков этого новочбоксарского завода крупные корпорации страны. Наши поставки диверсифицированы. Мы не замыкаемся на розничном рынке, не делаем акцент на отдельно взятой отрасли. Мы стараемся в широком объеме использовать рынки в свою пользу. То есть и розничный рынок, и оборонка, и Росатом, и строительная отрасль, и двигателестроение, и нефть, нефтепереработка, нефтедобыча, газ, перекачивание газа, транзит. Везде мы стараемся присутствовать. Продукцию завода применяли при покраске металлоконструкции военной базы в архипелаге Франции Иосифа. Эмали из Новочбоксарска нанесена на котлы энергоблока атомной станции Кудан-Кулам, реакторные корпуса АЭС Ростова-на-Дону и даже на метромост в Нижегородской области. В активе предприятия сотни реализованных проектов. Доверие, наверное, в первую очередь любая компания заслуживает, исходя из стажа работы, присутствия на рынке. Нашему предприятию в марте исполнилось 18 лет. Мы гордимся тем, что 18 лет мы на рынке, и нас в лакокрасочной отрасли, в целом во многих отраслях промышленности, нас хорошо знают. Брендированный продукт Церта, Цертакор, Экоцин, Цертопласт. Эта продукция широко известна за пределами нашей республики. Мы присутствуем от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Новороссийска. Как на больших объектах, которые запускаются в эксплуатацию, так и на малых предприятиях, где работают конвейеры. Новые составы, эмали и лаков, разрабатывают специалисты лаборатории завода. Изучив потребности рынка, здесь начали выпускать аэрозоли для декора с эффектом кракелюра. Примерно пошло уже растрескивание. Визуально мы смотрим сейчас. Вот чайничек тоже. Понятно, куда это, да? Чтобы не выбрасывать из быта какие-то полюбившиеся предметы, старины, их можно преобразовать, отдекорировать. И когда ты декорируешь своими руками, ты всегда можешь гостям сказать, это я своими руками сделал. Специалисты отмечают, что местная продукция ничем не уступает зарубежным аналогам. В отличие от американского продукта, наш продукт по инструкции, нанесению, он тоже уникален. В том плане, что эффект кракелюра в американском продукте достигается в течение часа, а в нашем случае мы его можем достичь в течение 10 минут. Еще одна особенность красок, производимых в Наочебоксарске – долговечность. За последний год мы продвинулись значительно вперед в области разработки новых инновационных продуктов. Это новый продукт, который обеспечивает высокую долговечность. Так, безремонтный срок эксплуатации выкрашенного лакокрасочного покрытия позволяет без ремонта объекту, который был защищен, или же узлу какому-то агрегату, без ремонта опадиться 25 лет. То есть 25-летний срок безремонтной эксплуатации сегодня в основном дают производители лакокрасочных материалов из Европы. Достаточно трудно добиться вот этой долговечности. Спрос на эмали и краски стабилен. По прогнозам республиканского Минека, заказов на местную продукцию станет еще больше. Очень приятно, что люди не стоят на месте, что креативный директор, вся его команда. И вот за мной лозунг, и предприятие полностью соответствует этому лозунгу. Для того, чтобы сегодня успешно, нужно ряд факторов. Первый – это компетентные люди. И очень приятно, что руководство сегодня уделяет большое внимание воспитанию молодых людей, профессиональных кадров. Предприятие «Спитер» показывает уникальные случаи, которые замещают наших европейских партнеров благодаря именно научной базе, проводимой на предприятии. Сегодня лакокрасочное представление, но это яркие представители. Есть еще компания «Элкон». Частично немного сырье я как раз изготавливаю для этих предприятий наших химпром городообразующих предприятий. Есть небольшие предприятия «Канаше». У нас два основных флагмана – это «Элкон» и «Спектр», которые являются локомотивами в Чувашской республике по производству профессиональной краски. Это не бытовая краска, это профессиональная больше всего краска. Сегодня она представлена на атомных электростанциях, защищает объекты, на северных широтах, в Арктике представлена. Поэтому требования к продукции достаточно серьезные. Ну а чтобы нарастить объемы выпуска продукции, на заводе внедряют передовые технологии. Ускорить рабочий процесс помогло и вот такое устройство для смешивания красок. Оно сегодня позволяет быстро, оперативно, если на старом оборудовании, на бисерных мельницах еще прошлого века или же вот десятилетней давности мы одну партию выпускали в течение полутора смен, это 12 часов, сегодня мы выпускаем в течение двух часов. То есть плюс, я уже говорил, что физико-химические свойства, физико-механические свойства, перетир, то есть растекаемость и все остальное на немецком оборудовании, оно лучшее. То есть в принципе, лучшего оборудования, чем сегодня делает немецкая компания на территории Российской Федерации, к сожалению, пока нету. Поэтому мы приняли решение перевооружить все старое оборудование. Правительстве республики для предприятий лакокрасочной промышленности предусмотрели меры поддержки. Они должны помочь двигаться вперед и реализовать новые проекты. Продолжение следует...